Добрый вечер, моя любимая. Так понравилось гулять днём. Ну как гулять? Сходила в магазин. На больше сил первый раз не хватило, потому что очень мало, пять дней, двигалась, ну какую-то там делала гимнастику, но не ходила. Воздухом на балконе дышала, там два-три раза в день выходила. А так температура была высокая. А сегодня сходила в пятёрочку, и потом немножечко погуляла. Так буквально минут там двадцать и пошла домой. И так было классно, что я сейчас снова иду, гуляю. Обожаю окна. Хоть мне Любушка сказала, что у неё вызывают очень пессимистические настроения окна. Как это может быть вот так у одного человека и абсолютно противоположно у другого? Я не знаю. Мне очень интересно послушать ваше мнение, мои любимые. Расскажите, как у вас. Тоже у кого-то пессимистические, у кого-то оптимистические, у кого-то... Ещё что-то. Правда, мне очень-очень интересно. Напишите в комментариях. Почитаю. А я не знаю. Я так и не ела ничего. Думала поесть. Не знаю, поздоровалась с вами. Женихом не представляете. И у меня кто-то спрашивает там, Ирочка, что-то утром ела? Я не помню, что я две минуты назад говорила. Хотела поесть салат. Просто без ничего. Потому что солить соль вообще не могу. Вообще не могу есть. Не знаю, почему. Я даже ем манную кашу сварила, рассказывала вам. И там немножко положила сахара, и всё. И взяла ложечку. И так чувствую соль. Во рту как будто в каше соль, а не сахар. Я думала, может, я попутала. Нет, сахар. Попробовала, откуда насыпала. Сахар. Всё нормально. А у меня так сахар. И какой-то вкус. Во рту как прям горечи. Не понимаю, что это такое. Может, такой вирус. Может, ещё что-то. Я не знаю. Думаю, может быть, что-нибудь купить. Или сладенькое. Кстати, ела я сегодня. Я на уголах. Я ела виноград. Если это можно назвать едой. Мне очень-очень-очень понравился. Я его съела почти половину. Видите, его нет. Его скупили. Потому что этот киш-мыш очень-очень вкусный. Вот этот вялый уже весь плохой. А тот, что я сегодня купила, он такой упругий. Такой вкусный. Он драгонфрукт тут есть даже. Смотрите. Прикол интересного. Розовый внутри. Соли белый. И гранат весь. Вот гранат я съела бы. С радостью. Но он какой-то уже подплесневелый и суховатый. Не хочется. Не хочется такого. Я сегодня же пришла за лимоном. Вместе с вами. И забыла. Взяла виноград. И забыла о существовании лимона. Вообще. Груши. Обожаю. Груши. Но сейчас не хочу. Вот этот лимон такой крупный. Видите, большой-большой. Это вливание едят с солью. И у них, как у нас, нет такого, что там отрезают лимончик. И кладут в чай. Это, походу, из дефицита. Или сколько. А у них такого вообще нету. Блин, я сейчас не слышу. Слышу. Я сейчас не слышу, что не свежего лимона, а как будто какого-то, знаешь, такого уже подгнилостного. Не хочу подгнилостного. И это не тот лимон, который почти как лайм, маленький такие лимончики есть. Они кислые, классные. И в чай, и лимонад делать, и все. А вот этот у них просто его едят с солью или добавляют к бабам запеченным или к еде, короче. Его едят вот так прям. Отрезают, солят и едят. Да, они с сахаром, я не ошибаюсь, ничего. Именно с солью. Считается, что лимон усваивается с солью гораздо лучше и полезнее в разы, чем с этим сахаром. У них с сахаром лимон никто не ест. Даже дети любят очень с солью лимон. Класс какой. Такие помидорчики, как на даче. Опа, трухи. А тут какой. Тоже прикольный. Не падай. Пожалуйста. Виси тут. У меня, кстати, есть такие кабачки. Может, я сделаю чего-то. Огромные. Какие огромные. Ой, я не могу уже ни на помидор, ни на огурцы смотреть. Вот на баклажанчики могу. Я бы сделала. Батинжан и Мтабда. Очень-очень-очень люблю. Это как запеченные баклажаны. Класс. Вот для запеченных надо даже не такие, а вот такие. Такие круглые-круглые. И готовить по арабству. Баклажаны Мтабда. Я больше не вижу других. Вот эти все не то. Это вкусно. Другое, короче, блюдо готовить. А то, что я хочу, эти мелковатые. Не очень подходят. Ну, этот, может, нормальный один. Может, правда, взять и сделать баклажан. Эти вот так. Баклажаны Мтабда. Сколько они стоят? Стоят они 199 рублей 99 копеек. 200 рублей. Окей. Обязательно. Возьму. В следующий раз. Как они красиво тянутся к этому. К чему-то очень красиво. И я не успела сфотать. Тут даже есть, смотрите, сладкий ботат. Я тоже в Ливане часто-часто запекала. В этом самом, в духовке. Или просто, как я вам рассказывала, помните, что у них даже весной, осенью очень холодно в квартирах. Ходят все в теплых носках, в свитерах, в курточках дома. Некоторые в шапках. Ну, многие пожилые люди в шапках вязаных. Жены вяжут или дочки, или кто-то. Вот. И они разводят из древесного угля, разводят такие-то самые, как они называются, корыца. Или как они называются по-русски, не знаю. С этим углем. И сидят возле него, греются. Ну, там кто-то кальян курит, кто-то кофе пьет. И они прямо туда, в этот уголь, запихивают вот эту картошечку. Она там лежит. Потом, когда достают, это обалдеть. Аромат на всю квартиру. И вкус обалденный. И очень полезный, кстати, этот ботат. Больше, чем обычная картошка. Вкус какой. Как сказать, какой вкус. Ну, как будто бы вот, когда запеченное, ешь, как будто бы ешь пюре, смешанное с бананом, с какими-то пряностями, с какими-то, не знаю. Ну, в общем, такое. Правда, может, у меня как-то мутировал вирус, что у меня исчез аппетит. Мне пофиг вообще. На кофе. Я раньше без низкафе не могла пила его. С утра до ночи, с ночи до утра. Сладкая тоже всегда. Хоть одну конфетку бы скушать, там, не знаю, в день или что-то. Вот такие. А сейчас вообще у меня все поотлетало. Ничего не хочется, правда. Смотрю вот на эти намассасы, как они по-русски. Да, короче. А, чё, почупсы. О. И мне это самое. Никаких эмоций. Ничего там не всколыхивается. Всколыховывается. Какое-то оно как все. Неживое, что ли. Или я куда-то уже. Перешла не снова. И у меня год, наверное, или больше, я не могла ни одного дня без творога. Например. А сейчас хожу, как будто я реально из другого измерения. Мне не хочется творога. Я не ела его сколько? Три дня? Или четыре? Вообще не хочется. Тортики я раньше всегда так... О, хочу тортик. Сильно. Вот сейчас съела бы, например, пирог. С капустой. Как но Пашка делает. Зыря. Она мне фотки присылает. Дразнит меня. А сладкого вообще не хочется. Да и салонного тоже ничего не хочется. Вот, мои любимые, поделилась. Что тогда я пришла? Что пришла? Посмотреть. Думала, вдруг мне что-то так... Не захочется. Вообще ничего не хочется, правда. Как будто у меня организм сам так говорит. Что мне надо? Что мне не надо? Не вкусно. Все не вкусно. Ну, что я не буду покупать. Посмотрела сейчас особый шоколад. Любимый. Ирина Хинди Лайф. А свои шоколадки, помните, я ела постоянно. Даже не знаю, где они и находятся. Степ или как они там назывались. Тоже уже больше года не ела. Люблю вас. Такая вечерняя, у меня какая-то непонятная прогулка, поход, что-то. Не туши. Вон там где-то люди далеко на кассах. Такая вечерняя, у меня есть шоколадка, поход, что-то.